приветствую всех на канале хэви медал джим сегодня мы поговорим с вами о питании о планировании питания какие выбрать точки для того чтобы сориентироваться с чего начать предлагаю рассмотреть там сами таблицы у нас будет два способа как мы можем с вами посчитать норму белков жиров углеводов и калорийность но калорийность будет для нас простепенной главное главное нам нужно будет понять основные нутриенты как белки жиры и углевод есть два варианта первый вариант это мы начинаем с вами расчет исходя из нормы жиров углеводов белков на килограмм тела если у вас большой избыточный вес то вам нужно будет посчитать идеальную массу тела можете набрать в интернете будут таблицы и вы рассчитаете это вам поможет более четко сориентироваться в питании если вы будете на избыточную массу считать то калорийность будет избыточная и вы не сможете двигаться вперед другой вариант у нас будет мы будем наоборот идти от калорийности будем считать килокалории на килограмм 30 килокалорий и 35 у нас будет два варианта расчетом мы рассчитаем калорийность а потом будем из исходя из этого рассчитывать количество жиров углеводов и белков на килограмм массы тела так начнем с первого варианта как пример возьмем вес 55 килограмм и будем производить расчет жиры у нас идет один грамм на килограмм это практически неизменная неизменный параметр может быть он чуть больше а если спортсмены готовятся может быть чуть меньше но это буквально 08 потому что меньше значения может повлиять негативно на ваше здоровье потом у нас идут углеводы с ними всегда играют их количество меняют для снижения уменьшают для набора увеличивают рассмотрим по порядку 1 2 грамма углеводов на килограмм это у нас будет снижение массы тела 2 3 это будет поддержание массы тела 45 это будет уже набор белки 1 грамм это для неактивных людей в основном сидячий образ жизни полтора грамма это активный образ жизни 2 грамма это спортсмен атлет для набора также рекомендуют повышать особенно в дни тренировки белки на 30 грамм но это примерно будет 26 вот и сложив все эти получившиеся цифры мы с вами получим общую калорийность она будет у нас соответствовать и этой таблице тоже второй вариант осмотрим мы возьмем 30 грамм 30 килокалорий на килограмм и 35 килокалорий на килограмм это тоже вам нужно будет смотреть индивидуально вот будет нас калорийность в день нужно будет смотреть на реакцию организма вы это посчитаете и будете питаться на протяжении двух недель по этим параметрам и уже от этого будете отталкиваться подходит это вам или нужно добавить или убавить главное нам будет найти такой калораж такое соотношение белков жиров углеводов которая не будет приводить не к снижению не повышению это будет у нас отправная . также мы здесь с вами посчитаем вот эту общую калорийность и будет у нас дальше процентное соотношение жиры это будет 30 грамм углеводы 40 грамм и белки 30 грамм калорийность жиров углеводов в этой таблице кто забыл жиры 9 калорий углеводы белки 4 калорий производим дальше расчет и также у нас получается те же показатели 1 грамм жиров на килограмм 3 грамма углеводов и 2 и 3 белков на килограмм все это у нас отправная точка мы эти значения с вами получили потом нам важно понять как распределить эти продукты в течение дня первый завтрак у нас идет в этот завтрак мы включаем овощи белки жиры во второй завтрак овощи белки жиры углеводы обед овощи и белки жиры углеводы и полдник такой же состав а на ужин оставляем овощи и белки не включаем жиры и углеводы основной прием пищи распределяем углеводов особенно в середине дня все это связано с инсулиновым откликом мы с вами помним ночь мы отдыхали организм у нас отдыхал и он не готов к принятию углеводов чтобы нам улучшить состав тела нужно соблюдать эти правила утром углеводы и вечером мы не используем несколько правил которые наверняка вы все знаете но мы их повторим кушаем мы небольшими порциями порциями кушаем через два-три три с половиной часа за два-три часа до сна углеводы до тренировки и после тренировки это нам позволит интенсивно тренироваться прием углеводов интенсивно позволит нам тренироваться на тренировки и вечером углевод то есть после тренировки углеводы позволят питательные вещества направить именно в мышечные ткани будет будут мышцы укрепляться мы поняли с вами основные правила теперь идем дальше если мы хотим понизить процент жира нам необходимо от вот этого нулевого уровня есть два варианта или уменьшать 200 калорий за счет углеводов и смотреть на реакцию на протяжении двух недель отслеживать результат если результат идет в ту сторону которую нам нужно продолжаем в том же ключе если результата нет можем еще уменьшить на 200 калорий за счет углеводов и смотреть дальше реакцию обязательно нужно смотреть реакцию если мы хотим добиться какого-то результата еще есть такой способ как углеводная волна таким образом ее мы применяем мы нашли вот нулевой уровень предположим это 220 калорий 220 углеводов грамм углеводов в день мы вот начинаем питаться таким образом и спускаемся каждый день уменьшая на 30 грамм доходя до 30 грамм минимум 30 грамм или 1 грамма на килограмм то есть если у нас 55 килограмм это будет 55 грамм вот этот нижний уровень у нас длится максимум 3 дня далее почему еще хочу сказать почему у нас этот уровень длится максимум 3 дня потому что когда у нас очень низкий процент углеводов очень низкий колораж организм тоже начинает применять адаптационные процессы он начинает замедлять метаболизм начинает сохранять наши жировые запасы нам это не нужно мы должны все равно опять ему помочь понять что мы не голодаем что мы питаемся нормально он опять входит в обычный режим и уже прекращает эти экономные процессы в своем организме все у нас прошло предположим три дня или один день смотрите на свое состояние и опять начинаем по ступеньке подниматься добавляя каждый день по 30 грамм опять доходим до этого нулевого уровня или если набор мы добавляем углеводы белки в соответствии с нашей реакцией на организма нашей реакции организма и наши наши цели какие мы преследуем вот таким образом мы двигаемся по углеводной волне далее что хочу сказать мы с этими все параметрами определились как нам отслеживать эту калорийность как нам отслеживать белки грамм и всем нам обязательно понадобятся весы весы мы должны хотя бы на начальном этапе все равно взвешивать чтобы понять понять объем порции так весы приобрели и дальше нам понадобится программка программку у нас будет fat secret есть она на телефоне можно установить приложение вы заведете свои данные изначальные и будете вести дневник завтрак обед ужин перекус все будете заносить так вот пример тут у вас продукты граммы и будет калорийность и состав белков жиров углеводов и это будет жиры углеводы белки и калорийность все будет подведено также вы потом сможете зайти на компьютере в эту программку она будет связана между собой и там вы сможете вывести тоже статистику статистику например за месяц тоже вас тут будет калорийность вы сможете это все отслеживать тренировки свои можете отмечать и ваш результат будет все наглядно также еще хочу вам рекомендовать или по приемам пищи заносить продукты или можете занести сразу все белки все жиры все углеводы все углеводистые там овощи например и у вас видит общая калорийность общая калорийность вот здесь будет но она для нас второстепенно нам главное соблюдать жиры углеводы белки все параметры эти будет видно вы увидите набор продуктов и сможете их распределить течение дня если где-то что-то вам хочется еще съесть вы сможете добавлять овощи основные будут у вас здесь продукты уже занесены и рассчитаны перейдем дальше идеальный завтрак ну на мой взгляд например вы можете использовать овощи или заморозку например цветную капусту брокколи фасоль очень удобно на сковородку и два яйца у вас будут прекрасный завтрак можете добавить кусочек сыра например сковородку обязательно заведите антифригарную и используйте кокосовое масло кокосовое масло оно не горит и также его рекомендуют как легко усваиваемый жир так скажем так берете кусочек маленький кокосовое масло и слегка проходите по сковородке и там эти будут совсем минимальные граммы которые вы даже не заметите но это позволит вам приготовить более вкусную еду для даже курицы или даже овощей это будут граммы но это будет более приятный вкус для вас и вам не так быстро надоест вот что дальше потом обязательно считайте такие продукты в которых есть сахар овощи это будет морковь это будут помидоры перец кукуруза горошек если вы используете фрукты фрукты обязательно яблоки груши бананы апельсины все это желательно учесть если тем более вы будете на минимальном уровне применение углеводов потом обязательно используйте овощи которые ну я не вижу смысла учитывать там их минимальные калорийность белков жиров углеводов там очень мало потом в качестве углеводов используйте такие вот хлебцы они есть не сладкие гречневые мультизлаковые есть немножечко сладкие вот такие варианты тоже цельнозерновые разные есть тонкие есть толстые различные можете на свой вкус выбрать так из круг рекомендую гречку овсянку булгур перловку водки ну а можно даже цельновые макароны использовать бурый рис фасоль и нут нут можете использовать с рисом будет более такое разнообразное вас блюдо так дальше из жиров обязательно кокосовое масло оливковое масло можно кунжутное на ваш выбор так что у нас дальше в качестве сахарозаменителя я использую стерео она поможет более вкусным разнообразным сделать тоже свой питание тем более когда вы сахар не используете так так белки используйте различные грудку используйте говядину рыбу кальмары креветки все что вам нравится яйца обязательно вот хочу несколько дать советов по поводу грудки грудку я стараюсь мариновать страстью менять способы чтобы вам не чтоб не надоедала если просто отварную использовать просто ну это надоест буквально на второй день так первый вариант берете горчицу берете смели сумели ну лук чеснок естественно вас получается первый вариант следующий предположим раз берете томатную пасту вот эта паста она натурально здесь только помидоры никаких других домовых консервантов нет и до пряди предположим аджику тоже там лук немножко может там перец что-то такое это же получается второй вариант тоже интересный и полезный так перейдем дальше хочу еще вам рассказать такой вариант кексиков кексиков которые можно взять с собой в дорогу это будет лучший вариант из перекуса лучше чем вы купите в спортивном питании какой-либо батончик которым жиры скорее всего будут превышать вашу норму калорийности вот таким образом выглядит что мы туда добавим мы туда возьмем овсяный хлопья 20 грамм это вам будет даже вот разовой порции 20 грамм овсяных хлопья одно яйцо 100 грамм творога потом по вкусу добавить и стерию сахар замените можно добавить еще немножко ванилина ложечку кокосовой стружки если желаете можно или изюм или кокосовый то есть и мак например капельку соды капельку лимона все это перемешиваете в микроволновку четыре минуты максимальная мощность две минуты отдыхают они и еще четыре минуты максимальной мощностью они готовы можете взять их с собой лучший вариант перекуса и еды в дорогу так что у нас будет дальше когда хочется катастрофически сладкого но мы с его не едим можно съесть шоколадку например вот такой вариант 85 процентов есть еще 75 ну тоже смотрите чтобы это вписывалось вашу норму но это вам поможет поможет не наезд со сладостей так еще тоже такой хороший вариант салата быстренько вам тоже расскажу используйте сельдерей морковь потом яблоко все это нарезаете и делаете такую заправку берете где-то 15 грамм миндально миндальной массы и можно сделать самим на мясорубке прокрутив несколько раз орехи добавляете ложечку оливкового масла ложечку соевого соуса и все это смешиваете с салатом прекрасный вариант можете его там на два раза разделить будет очень вкусно и полезно и внесет тоже разнообразие так 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 это основные моменты которые я хотела вам рассказать которые вам помогут сориентироваться в питании найти отправную точку двигаться в направлении которая вам и вас интересует набор или снижение веса и несколько советов по питанию желаю всем удачи хороших результатов увидимся на канале хэви метал джим всем пока